Это ЧП со счастливым концом. Меньше месяца назад в Химках спасли троих детей. Их переплывающих на бревне через канал имени Москвы заметили спасатели. Один из тех, кто бросился на помощь, Андрей Гранкин, заместитель начальника отдела по обеспечению безопасности на водных объектах Химспаса. Мы встретились с героем, для которого спасать людей – это призвание. В 16 часов 22 июня трое подростков с эко-парка, где находится эко-берег, переплывали канал имени Москвы на бревне. Доплыли до середины канала и при патрулировании мы увидели, что они подают сигналы бедствия. Хочется отметить, что эти все трое подростков – ученики города Москвы. Хорошо, что мы оказались рядом. Со мной присутствовал Максимов, спасатель, награжденный за спасение погибавших на водах в ведомственной медали и Главное управление МЧС. Достаточно быстро мы их вытащили. Но хотелось бы, чтобы таких моментов было меньше. А лучше вообще, чтобы их не было. Расскажите, пожалуйста, после случившегося, может быть, сами дети рассказывали, как они там оказались? Нет, просто начинал когда с ними беседовать, детям нечем заняться. Вот решили провести время так. Но это не единичный случай, который это происходит на канале имени Москвы. В структуре химспаса Андрей Гранкин трудится уже больше десяти лет и рассказывает, что сегодня уже и не представляет себя в другой профессии. Чем больше проходит времени, тем больше случаев. Если раньше зимой один, допустим, летом 5-6 человек, на данный момент сейчас где-то 10-12-15 человек летом, 3-4 зимой. Зимой сложнее спасать, потому что и лед не подойти и так далее. Но все равно на данный момент в городском округе Химки пострадавших в зонах ответственности нет. Это радует. Наш отдел ежедневно проводит профилактику среди населения, в массовых скоплениях людей, в несанкционированных местах. Мы проводим занятия в школах. Притом в школах мы можем в одной школе 2-3 занятия разные классы охватить. Зам. директоров по безопасности школы нам идут навстречу. Никаких ни разу препятствий, чтобы мы где-то не провели занятия, не было. Буквально последнее занятие мы проводили в частной школе на Маяке. Все преподаватели организовано все предоставили, рассказали, показали. Детям понравилось. Если ребенок хотя бы 1% запомнит, что мы говорим, это уже победа. Когда такие спасательные операции удачно заканчиваются, какие эмоции вы испытываете в первую очередь? Если честно, я рассказываю в семье дочерям. Я рассказываю, потому что у меня дочери тоже последний переходный период. Поэтому я рассказываю, что может произойти. В Москву и Подмосковье пришла изнурительная жара. Вы как спасатель, чтобы посоветовали жителям, как себя вести в такую погоду. Самое первое, не рекомендовано при температуре плюс 30 и выше принимать физическую нагрузку в воде. Тело человека попадает в 4-х температурный режим. Это температура воздуха плюс 30 выше, горячий верхний слой, холодный нижний слой, где родниковая вода бьет, и средний слой. Не каждый человек при выполнении физических нагрузок на воде может это выдержать. Можно зайти в воду по шею, окунуться на месте, присесть головой, побрызгать на себя руками. Вы все равно охладитесь, но это будет без физической нагрузки. Хочется отметить, что в такую жару население в основном как раз и тянется к воде. Но оно должно знать, как правильно себя вести. Андрей Владимирович, расскажите, пожалуйста, с 2009 года вы трудитесь в Химспасе. Как сюда пришли? Почему решили связать свою жизнь с этим направлением? Ну, пришел я сюда случайно. Я никогда не думал, что я буду обеспечивать безопасность на воде. У меня в городском округе Химки живет друг, Мозгов Алексей, с которым я вместе участвовал в контртеррористической операции. И он мне предложил. Был вакант. Я согласился. Вот спустя годы не пожалели? Да нет, все хорошо. До работы в Химспасе Андрей Владимирович 25 лет был военным. Неоднократно бывал в горячих точках. В его багаже наград – два ордена мужества. В 1989 году я закончил военное училище. Училище у меня одной из лучших в стране. Это Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени дважды Героя Советского Союза Конева Ивана Степановича. Это был 89-й год. Нас готовили в службе в Афганистане. Но вывод войск из Афганистана произошел за три месяца до нашего выпуска. Поэтому я прошел отличную подготовку. Большая благодарность преподавателям, которые все это прививали в нас. В дальнейшем я попал служить в Кантемировскую дивизию танковую. Находился в мотострюковом Ямпольском полку. Оттуда съездил два раза в командировку на Кавказ. Потом служил на Крайнем Севере. Оттуда два раза в командировку на Кавказ. В конечное место службы, это я старший преподаватель, был Московского государственного университета путей сообщений. И уволен я именно по выслуге лет оттуда. В горячих точках вы получали многочисленные ранения, была даже контузия. Ну да, ранен, дважды контузен. Ну, как бы, это выполнение боевых задач, без этого никак. Даже если ты будешь суперподготовленный, от этого никто не застрахован. Сегодня часто вспоминаете о том времени, когда были в горячих точках? Постоянно. Это, наверное, на всю жизнь. Есть такая профессия – родину защищать. С малых лет Андрей Гранкин знал, что свою жизнь посвятит именно военному делу. У меня оба дедушки прошли Великую Отечественную войну, две бабушки прошли. Обе обороняли Ленинград, имеют боевые награды. Поэтому, так как я старший внук семье, уже без армии я не представлял, что что-то будет. Оставался выбор за военным училищем. Ну, вот остановился на Алматинском ВОКу. Так как я всю жизнь прожил, грубо говоря, в Казахстане, в Семипалатинске, Алматинское ВОКу – ближайшее училище к Семипалатинскому. Горжусь, что закончил это училище. Много друзей, целый батальон друзей. До сих пор переписываемся. Уже у всех внуки. Все седые, но бодрые. Вот за 25 лет ни разу не жрели, что все-таки пришли в войну? Нет. Я бы, была бы сила еще, я бы в армии еще бы остался служить. Все-таки это, родину защищать, это почетно. И это должно стоять всегда на первом месте.